Период низких цен на пшеницу скоро закончится, а вот за подсолнечник маслозаводы не хотят платить больше. Доброго дня, друзья! Вы смотрите ТОП Аграбук, обзор главных аграрных новостей за неделю. Сегодня наш выпуск выходит при поддержке селекционной компании «СОКО» и хозяйства «Артель» из Курской области. Период незаслуженно низких цен на пшеницу скоро пройдет. Такое заявление на конференции «Мельница-2024» сделал глава аналитической компании про зерно Владимир Петриченко. Эксперт сообщил, что Россия идет на очень низкий урожай зерна. Несмотря на то, что Минсельхоз так и не изменил свою прежнюю оценку в 132 млн тонн, по мнению Петриченко, даже 124 млн тонн страна не соберет. Прогноз про зерно – 123,6 млн тонн зерна. В том числе и 16,8 млн тонн ячменя. Владимир Петриченко назвал это резким провалом. И всего лишь 11,9 млн тонн кукурузы. И то при самом оптимистичном сценарии. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на этой неделе даже предположил, что экспорт кукурузы и вовсе может быть ограничен из-за скудного урожая. В текущем году, кстати, крайне низким выйдет и урожай ржи. На конференции «Мельница-2024» делали разные прогнозы. Но оценка Владимира Петриченко оказалась наиболее низкой – 1,2 млн тонн. По словам аналитика, рожь превратилась в некую нишевую культуру. И посевная площадь оказалась на историческом минимуме. И урожайность упала из-за неблагоприятных погодных факторов. В Центральном и Южном федеральных округах сбор зерна прогнозируется на уровне 2021 года или даже ниже этого уровня. Поэтому то, что сейчас такая благостная картина достаточно низких цен, я считаю, незаслуженно низких цен на зерно складывается, это удивительная вещь. И это пройдет очень быстро. Октябрь-ноябрь будут месяцами роста цен, сказал Владимир Петриченко. Экспортный потенциал, по мнению аналитика, будет на 22-23 млн тонн ниже, чем в прошлом году. Но мир, кажется, еще не понял, насколько меньше Россия будет представлена в текущем сезоне на мировом рынке. Этим и объясняется относительно невысокая экспортная цена на российскую пшеницу. Она составляет около 220 долларов за тонну на базе СИФОП. Владимир Петриченко подчеркнул, что в условиях санкции главной головной болью становится не то, как продать зерно, а то, как получить за него оплату. Нервозности рынку добавляют проблемы с азибым севом. Кажется, черная полоса, которая наступила в 2024 году, не спешит отпускать наших растеневодов. После всех подтоплений и заморозков, изнуряющей летней жары, наступила сухая и теплая осень, которая на юге России, к тому же, сопровождается сильными ветрами. На минувших выходных жители Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также Калмыкии и Ставропольского края могли наблюдать сильнейшие пыльные бури. Взвесец, песка, частичек почвы, как сообщает гидрометцентр, к нам пришла из Казахстана. Ветер на юге России разгонялся до 30 метров в секунду. В некоторых районах Калмыкии замело трассы. А вот дождя, который мог бы стать естественным барьером для пылевого облака, мы, к сожалению, так и не увидели. На юге страны по-прежнему сухо и жарко. По данным синоптиков, в первой декаде октября температура в ЮФО будет выше нормы на 4-7 градусов, в Северокавказском федеральном округе на 1-4 градуса. При этом, например, в Дагестане дневные температуры могут достигать 27 градусов тепла. Такая высокая температура, наряду с почвенной засухой, ветром, все это не лучшие условия для зимого сева. Поэтому сезонные полевые работы на юге частично откладываются. А вот в регионах центральной части России, где сроки уже, так сказать, вышли, теперь зачастую констатируют либо рваные всходы, либо полную гибель растений. В Орловской и Воронежской областях региональные власти уже ввели режим ЧАЭС в связи с продолжительной атмосферной и почвенной засухой. Они объясняют, что это даст возможность аграриям обратиться в страховые компании для получения компенсации. Конечно, для тех хозяйств, которые страховали свой урожай. В Ростовской области о режиме ЧАЭС пока речи не идет, но, к сожалению, потери тоже есть. Например, посевы зимого рапса практически везде погибли из-за недостатка влаги. Цена на подсолнечник, которая последние недели шла в рост, может откатиться. Такое грозное предупреждение сделал глава Масложирового союза России Михаил Мальцев на конференции «Агроинвестор про растеневодство». По словам эксперта, рост цен на подсолнечник не продолжится, так как резервы для этого исчерпаны. Мальцев указал на то, что в 2024 году семечка у заводов закончилась раньше, чем закончился сезон. На этом фоне переработчики были вынуждены покупать относительно дорогое сырье и чуть ли не в убыток себе грузить текущие контракты. Рост цен на подсолнечник в России, как вы знаете, связан с более низким, чем прогнозировалось ранее, урожаем. Глава Экард Митрий Рыльков в шутку сказал, что его аналитические центры до последнего держал строй и прогнозировал сбор масличных культур на уровне 30 миллионов тонн. Однако за последний месяц оценку пришлось урезать до 28,5 миллиона тонн. В то же время, с точки зрения рентабельности, масличные по сравнению с пшеницей чувствуют себя вполне неплохо, сказал Рылько. Подсолнечник подорожал за последние недели, цены на рап с самого начала были высокими, но соя, по словам Дмитрия Николаевича, стоит вполне себе для нашего рынка достойно. Говоря о сои, Дмитрий Рылько отметил, что в центральных регионах России оказалось очень много соевых бобов с низким содержанием протеина. По крайней мере, на первой стадии уборки. Как связаны между собой урожайность сои и содержание протеина в соевых бобах? Почему засуха не способствует накоплению белка? Какими должны быть идеальные семена? Обо всем этом на прошлой неделе мы говорили с представителями селекционной компании «СОКО» и акционерного общества «Артель» из Курской области. Вот так проходила съемка нашего первого из пяти вечеров про сою. Мы должны знать о том, что существует общий биологический закон. Чем выше содержание протеина в сои, тем меньше потенциальная урожайность. Это закон. Мы стремимся к сорту эталону. В нем должно быть сбалансировано все. Например, там должно быть содержание протеина 42-43%, не выше. Потенциальная урожайность 40 центнеров с гектара. Содержание масла 22-24%. То есть вот при таких параметрах, если мы возьмем закупочную цену, которую диктуют на 42-й протеин, это максимальная цена закупочная, если мы ее увеличим на этот максимальный урожай, мы получаем максимальную выручку с гектара, то, к чему, в общем-то, и должен стремиться сельхозтоваропроизводитель. Полностью эта беседа появится на нашем канале 18 октября. Вы узнаете о направлениях селекции сои, о необычных опытах с семенами и, конечно, о тонкостях подготовки семян. Не пропустите это событие. А теперь новость от нашего партнера. Агропромышленная компания «Кубаньхлеб» предлагает семенной материал собственного производства. Высокотехнологичный комплекс по подготовке семян, оснащенный инновационным оборудованием, расположен в Тихорецком районе Краснодарского края. Он является одним из базовых предприятий отрасли в регионе. Тесное сотрудничество компаний с учеными Национального центра зерна имени Лукьяненко и Всероссийского НИИ масличных культур имени Пустовойта позволяет внедрять в производство высокоурожайные и качественные сорта пшеницы, льна, кукурузы и подсолнечника. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году нам удалось вырастить качественные семена пропашных культур. Предлагаем вам гибриды кукурузы Краснодарский 291 и РОС-136, также подсолнечник СПК+, лен в НИИМ 620, а также семена гороха. Семена мы подрабатываем на собственных заводах, соблюдая все необходимые технологии, чтобы они соответствовали всем стандартам качества. С помощью уникального протравителя послойно покрываем семена. На выходе вас ждет готовый упакованный товар. Ведем работу по сопровождению семенного материала от выращивания до отгрузки потенциальным клиентам, как в России, так и в странах ближнего зарубежья. АПК «Кубаньхлеб» обеспечивает полный комплект документов в соответствии с требованиями законодательства России, предоставляет скидки от объема, оказывает услуги по протравке и доставке семян. И, конечно, приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству сельхозпроизводителей. На этой неделе в Государственную Думу был внесен проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период следующих двух лет. Для аграриев новости не слишком радостные. Финансирование государственной программы развития АПК в 2025 году уменьшится по сравнению с текущим годом и составит почти 267 миллиардов рублей. Для сравнения, в этом году госпрограмма получила 420 миллиардов рублей. Впрочем, буквально на прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Луд заявляла, что несмотря на все сложности, которые сейчас есть с финансами, агропромышленный комплекс получит более 500 миллиардов рублей. В текущем году поддержка отрасли составила около 560 миллиардов рублей. И ведомство хотело бы сохранить этот уровень финансирования. Одновременно в бюджет заложен рост сборов от таможенных пошлин на зерно. Обратите внимание, какую теперь долю будут занимать эти пошлины от общей поддержки программы госфинансирования АПК. Кстати, буквально недели ранее министр Оксана Луд отчитывалась в Госдуме перед аграрным комитетом и говорила о том, что программа развития АПК заняла по оценке Минэкономразвития 5 место по эффективности. А программа комплексного развития сельских территорий и вовсе оказалась лидером среди всех государственных программ. Согласно пояснительной записке к бюджету на 2025 год, правительство собирается направить на льготное кредитование аграриев в 2025 году 94 миллиарда рублей. В текущем году на эти цели было выделено 219 миллиардов рублей. По каким ставкам сельхозпроизводители могут взять льготные кредиты? Что делать, если ждать заем приходится слишком долго? Есть ли возможность подстраховать себя на случай, если заявка может не попасть в реестр Минсельхоза? Эти вопросы на прошлой неделе мы обсуждали с экспертами промсвязь банка. При рассмотрении заявки от потенциального заемщика есть возможность указать две ставки в договоре. Это ставка классическая банка, действующая на момент рассмотрения заявки, а также ставка льготная по Минсельхозу. В момент рассмотрения заявки мы подаем реестры в министерство. В случае наличия льготного кредитования в моменте мы выдаем кредиты по льготному финансированию. В случае отсутствия есть возможность в дальнейшем пересмотреть этот кредит и рефинансировать по льготной ставке в момент предоставления финансирования со стороны министерства. Запись мероприятия скоро появится на нашем сайте. Правительство России не планирует продлевать действия экспортных пошлин на минеральные удобрения. Они будут обнулены с 1 января 2025 года, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Альтернативой пошлинам для бюджета станет повышение налога на добычу полезных ископаемых. Напомню, что экспортные пошлины на минеральные удобрения в России действуют с 1 сентября 2023 года. В течение последнего года сборы были привязаны к курсу рубля. Ну а что касается обеспеченности внутреннего рынка, то здесь, по данным Российской ассоциации производителей минеральных удобрений, химические предприятия свою задачу практически полностью выполнили. К концу сентября аграрии купили почти 5,5 миллиона тонн удобрений в пересчете на действующее вещество. Это 89% от плановой потребности на текущий год. Торговым сетям могут запретить брать от птицефабрик так называемые ретро-бонусы или вознаграждения за продажу яиц. Соответствующий проект постановления правительства был разработан Федеральной антимонопольной службой, а Минэкономразвитие и Минсельхоз его поддержали. Обычно ретро-бонусы составляли около 5%. Так, поставщики поощряли ритейлеров за реализацию определенного количества товара. Как пишут из вестия, ФАС предлагает не брать благодарность за продажу пищевых яиц категории С1 и С2. При этом про отборные яйца в постановлении ничего не сказано. По мнению представителей министерств, отмена ретро-бонусов положительно повлияет на ценовую ситуацию и обеспечит доступность яиц широкому кругу потребителей. При этом депутаты Государственной Думы и представители Минсельхоза сошлись во мнении, что следует сократить список социально значимых товаров, для того, чтобы легче было отслеживать динамику цен на них. Какие товары попадут в финальный список, интересно будет узнать. На этом наш выпуск завершен. Пишите, как у вас с погодой, друзья. И до встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!